В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Последняя надежда пациентов 17 сентября – Международный день хирурга. Чем уникальны Саровские леса? Директор городского лесничества дал интервью в преддверии Дня работников леса. Соло-01 Василина Афонина попала в число 35 лучших исполнителей всероссийского конкурса. Далее расскажем обо всем подробно. Более 56 миллиардов рублей на льготные ипотечные программы дополнительно выделит правительство Российской Федерации. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Такая помощь позволит нашим гражданам приобрести новые дома и квартиры. Строительная индустрия получит дополнительный импульс для дальнейшего развития своих проектов. Поддержки спроса на товары и услуги смежных отраслей, указал Мишустин. 35 миллиардов рублей из выделенных средств пойдет на поддержку программы льготная ипотека. Семейную ипотеку профинансируют еще на 16,6 миллиардов рублей. Дальневосточную ипотеку на 4 миллиарда 600 миллионов рублей. Международный день врачей, занимающихся хирургией, празднуют в третью субботу сентября. У хирургов невероятно сложная работа. Каждый день они спасают человеческие жизни. В благодарность учредили одноименный профессиональный праздник представителей этой специальности. Одно из старейших отделений нашей больницы – хирургическое. Оно функционирует с 1948 года. Хирургическое отделение всегда славилось высоким профессионализмом врачей и трепетным отношением к пациентам. Там работали заслуженные врачи Советского Союза. Их заветом следуют доктора, которые трудятся сейчас. Основной контингент пациентов, которые поступают, – это острая хирургическая патология. Они либо оперируются в первые сутки с момента поступления, либо на следующие сутки. В большинстве случаев мы пытаемся, как часть оперативных вмешательств, производить мамины неинвазимы, то есть использование лопоскопических методик. В основном этот упор делается на аппендициты, потому что это основная хирургическая патология, с которой поступают пациенты, и холециститы. Хирурги отмечают, что в последнее время появилось много осложненной онкологии. Врачи призывают обязательно проходить обследование, делать и гастроскопию, и колоноскопию. Рак толстого кишечника сейчас выходит на второе место по количеству случаев после онкологии молочной железы. Плановая помощь оказывается в полном объеме. На сегодняшний день ни о какой закрытии плановой помощи речи не идет. Поэтому я всех призываю пациентов, те, которые уже записались к нам на плановую операцию, и тем, кому необходимо записываться, соответственно, поступать и выполнять плановую операцию. Еще раз повторюсь, о закрытии плановой помощи речи не идет. В хирургическом отделении много опытных хирургов со стажем 30 лет и более. Недавно коллектив пополнил молодой врач родом из Сарова Марии Бреховец. Хирургия традиционно считается мужской профессией, но Мария Александровна готова опровергнуть этот стереотип. Ее решительность, упорство и боевому настрою могут позавидовать многие коллеги-мужчины. 17 сентября работники хирургического отделения отмечают профессиональный праздник. Хочу поздравить с праздником хирургическое отделение, врачей, средний медперсонал, младший персонал. Пожелать карьерного роста, успехов в работе и мирного неба над головой. Автобусы Горавтотранса начинают приводить к единому стилю. С транспорта берут рекламу и перекрасят. Цвет кузова будет белый с зеленым, без лишних надпись и рисунков. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Регионы получат более 3,5 миллиардов рублей на расходы по социальным контрактам. По поручению президента, правительство увеличило максимальный размер единовременных выплат. С 250 тысяч рублей до 350 на открытие собственного дела. Со 100 тысяч рублей до 200 на ведение личного подсобного хозяйства. Социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущими семьями или гражданами, по которым можно получить поддержку в трудной жизненной ситуации. В Сарове стартует благотворительная акция по сбору помощи трем частным приютам для животных. Организует ее кинологическое объединение «Акбар» – Центр внешкольной работы. В здание УВЦ «Носилкино» 10-1 можно принести древесный наполнитель, корм для кошек-собак, лекарственные препараты, дезинфицирующие средства, препарат от паразитов, впитающий пеленки, линолеум. Пожертвования передадут в приюты «Мордом», «Путь добра» и «Добрые руки». Молодежный центр продолжает проект на старте. Для семей с детьми проводят бесплатные мастер-классы по разным видам спорта. Очередное занятие будет посвящено плаванию. 24 сентября горожан ждут в бассейне «Ариэль» молодежного центра в 11 часов. Детям до 10 лет обязательно иметь справку на «Энтеробиоз». Необходима предварительная запись. Подробности по телефону 99-112. Каждое третье воскресенье сентября в России отмечают День работников леса. Этот праздник приурочен к принятию лесного законодательства. Чем занимаются лесничие, что входит в их обязанности, чем уникальны Саровские леса, нам рассказал директор городского лесничества. Есть такая профессия – защищать леса. Этим и занимается лесничий. Работники леса проводят санитарные рубки, убирают больные, аварийные и сухостойные деревья. На сегодняшний день площадь городского лесничества – 5 310 гектар, а в штате – 10 лесников. За каждым из которых закреплен свой участок для обхода. При обнаружении сухостойных, массового сухостоя или поврежденного вредителями насаждений, мы проводим лесопатологическое обследование, составляем акт. Этот акт вывешивается на сайте администрации. После того, как он отвестит 20 дней, мы можем назначать на этом участке рубку. Отводим делянку и назначаем мероприятие. Также лесничие проводят профилактические и противопожарные мероприятия. С мая по октябрь работники убирают рассеянный мусор на участках лесничества. Особенное внимание уделяют местом отдыха горожан. Еще специалисты проводят обновление и прокладку минерализованных полос. В особый пожароопасный период лесничие проводят патрулирование вместе с сотрудниками полиции. Граждане стали как-то сознательные. Все равно в последнее время и мусора меньше оставляют за собой. И при запрете на посещение лесов нет таких злостных нарушителей, которые разводят костры, приготовляют пищу на углях, на мангалах. В каждое время года у лесничего есть свои трудности в работе. Зимой это большой снежный покров и непроезжие дороги. Летом опасность представляют жара, пожары, клещи и лосиные вши. Также лесничие проводят беседы с посетителями лесов. На территории городского лесничества в основном преобладают смешанные и хвойные леса. Саровские леса являются защитными. Если на территории лесного фонда их беспощадно рубят, то нас здесь только охраняют и следят за их санитарным состоянием. Поддерживают в таком естественном виде, как они есть. Канал 16 поздравляет с Днем работников леса тех людей, которые своим трудом сохраняют и приумножают лесные богатства планеты. Мы продолжаем рубрику «Ищу хозяинов», в которой рассказываем о животных приюта Мордом. Героями этого выпуска стали Маркус и Барон. Маркус – главная звезда приюта Мордом. Любимец и детей, и взрослых, очень ласковый, общительный и игривый кот. Глядя на него, сложно представить, сколько невзгод он перенес в жизни. Совсем маленьким котенком его подкинули к одной из ветеринарных клиник города. Волонтеры подобрали малыша и взяли на выхаживание. У Маркуса тогда было лиша, и восстановление заняло много времени. Тогда же, в раннем детстве, у животного обнаружили проблемы с глазами. У него третье века было чуть больше, чем должно быть. Но на тот момент нам нужно было вылечить лиша, и поэтому мы сосредоточились на этом. Маркуса мы пролечили, вылечили от лишая, отправили в приют, но тут стала проявляться его проблема с глазами. Мы стали замечать, что третье века стало все больше, больше и больше. После того, как коту исполнился год, волонтеры отвезли его в клинику в Урзамасе. Там посоветовали сделать операцию, чтобы решить все проблемы с глазами. Нашелся благотворитель, который пожертвовал деньги, и в июле кота отправили к хирургу. Всего Маркус перенес три операции. Ему удаляли спайки глаз и подшивали третье века. И, соответственно, Маркус у нас сейчас прошел полностью курс реабилитации. Ему остался только заключительный осмотр у офтальмолога. И мы очень надеемся, что после этого он вернется в приют и очень быстро найдет свою семью, потому что котик пережил достаточно много испытаний, и очень хочется найти ему любящую семью. А вот соседу Маркуса по вольеру коту Барону операция еще только предстоит. Он поступил вместе со своими собратьями из Нижнего Новгорода, где жил у психически больного человека. Барон был в очень плачевном истощенном состоянии. Стоял вопрос, выживет ли он. Ну и потом, соответственно, при осмотре наш врач сказал, что у котика имеются проблемы с глазами. Мы сначала пытались решить это сами, каплями, мазями, но, к сожалению, это дало только кратковременный результат. И в дальнейшем язвы на глазах стали становиться больше. Нижегородские специалисты сообщили, что кота нужно срочно оперировать, оттягивать больше нельзя. Волонтеры объявили сбор помощи. В ближайшее время его отвезут на операцию. А потом будут искать барону любящих хозяев. По всем вопросам, связанным с пристройством животных приюта Мурдома, обращайтесь по телефону плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один. Саровчанка Василина Афонина попала в число тридцати пяти лучших исполнителей всероссийского конкурса «Соло-01». Две недели финалисты работали с командой профессионалов, а в конце на глазах миллионов зрителей показали мюзикл «Пламенные сердца». Во всероссийском конкурсе «Соло-01» учащаяся детской школой искусств Василина Афонина прошла онлайн-отбор, отправила видеовизитку. В итоге Василина попала в число тридцати пяти лучших исполнителей со всей России. Финалисты отправились в Москву, чтобы подготовиться к участию в музыкальном супершоу «Пламенные сердца». Это, если так можно выразиться, двухнедельный интенсив в Москве. И помимо того, что мы ставили свой мюзикл «Пламенные сердца», который транслировался на многотысячную аудиторию в прямом эфире ВКонтакте, шла образовательная программа. То есть мы посетили театр на Таганке и посмотрели мюзикл «Онегин», который поставил режиссер Алексей Франдетти. У нас была с ним личная встреча. Также ребята побывали в Национальном центре управления МЧС, который выступил инициатором музыкального проекта. Две недели юные исполнители работали с командой профессионалов. Хореографом-постановщиком мюзикла выступил Егор Дружинин. Ему помогали сёстры Михайлец, участницы проекта «Танцы на ТНТ». Известные композиторы, вокалисты, танцоры, ведущие профессионалы сценического искусства. Работа в такой творческой атмосфере стала для Василины ценным опытом и незабываемым этапом жизни. Мы пели всё вживую. То есть надо было и танцевать, и петь. И зрители были очень близко, потому что действие происходило на арт-платформе «Новый манеж». И очень интересно, кстати, то, что наш мюзикл стал открытием этой арт-платформы. И она так построена, что сцена находится очень близко к зрителям, и то есть они в шаговой доступности, и надо и петь, и танцевать, и делиться своими эмоциями со зрителем. Мюзикл «Пламенные сердца» посвятили спасателям МЧС. В основу сюжета легли реальные истории настоящих героев. Это постановка о дружбе, любви, долге, доброте и бескорыстной помощи. Василина в мюзикле была участником ансамбля, а также у Саровчанки был и танцевальный номер. Когда был разговор любовный между главными героями, у нас были такие костюмы, оттуда вытягивались специальные нити, и мы были как бы визуализацией их соединения, воплощения их мыслей и что-то по типу такого. В музыкальном проекте приняла участие и еще одна саровчанка – Анжела Доронина. Конкурс проводится при поддержке правительства города Москвы и президентского фонда культурных инициатив. Сдобушка стала еще ближе. Новый магазин сети Пикарин открылся на улице Московской, дом 8. Для своих покупателей Сдобушка приготовила много приятных сюрпризов. На открытии побывала и наша съемочная группа. Сегодня Сдобушка раздает подарки. Вам нужно всего лишь назвать 4 адреса, по которым расположены магазины Сдобушка. А сегодня при покупке на 500 рублей и выше вы автоматически становитесь участником беспроигрышной лотереи. Суббота на улице Московской была по-настоящему праздничной. С самого утра в воздухе витали волшебные ароматы свежей выпечки. Свои двери для саровчан распахнул новый магазин Пикарни Сдобушка. Для горожан приготовили немало ярких и вкусных сюрпризов. При покупке на любую сумму, если вы правильно ответите на мой вопрос, можете получить в подарок бесплатную вкусняшку какой-нибудь или каркетку, безбежки, вареники. Ароматные пироги, хрустящие булочки, аппетитные кексы и пышные маффины исчезали с витрин с космической скоростью. Сюрпризы Сдобушка приготовила и для сладкоежек. Их в магазине ждала дегустация. Расскажите, как вам Сдобушка? Я первый раз зашла в магазин, но здесь очень приятно. Как заходишь, очень вкусный пак. Столько всяких пирожных, столько котлеты, вареники. В общем, выбор очень большой, мне очень нравится. Очень уютно, очень много всего. Сразу хочется что-нибудь попробовать новое. Подравились подарки, скидки, ассортимент очень большой и свежий хлеб. Взяла, купила. Все нахваливает везде. Сейчас хорошо, что сюда переехали. Было далеко, я никуда не ходила. А сюда теперь буду ходить. Занятия по душе нашли и самые маленькие покупатели. Их в Сдобушке ждал аквагрим. Всего пара взмахов кисточкой и на их щечках появлялись розовые сердечки. Оставить фото на память о веселом празднике можно было в тематических фотозонах. Что тебе здесь понравилось? Мне все понравилось. Красиво, все идеально. Прямо как в мире сказках. Я сегодня купила пироженку. И как тебе? Очень вкусно. Выгодные цены, богатый ассортимент, вежливые продавцы. Попав сюда однажды, вы обязательно захотите вернуться снова. Для самых маленьких и не только магазин предлагает детскую молочную кухню. В Сдобушке представлена бакалея-кубаночка. Производят ее на юге из самых спелых и сочных овощей. Это уже давно полюбившийся сыровчанам продукт. Не пропустите! Сдобушка теперь на Московской. Также посетить пекарню можно по адресам улица Чапаева, 26, здание Элеганта, улица Садовая, 70-2. А мясная Сдобушка ждет вас в торговом центре «Галактика». Приобрести продукцию также можно по телефону 8 904 061 82 80 или на сайте пекарни sdobushka-sarov.rf. Подробный ассортимент магазина представлен в соцсетях магазина ВКонтакте. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.